ребят всем привет меня зовут саша волков и я уже почти пять лет профессионально занимаюсь трендингом и сегодня скажем так руки на стол мой персональный камин аут история о том сколько все таки трейдер может заработать за пять лет есть особенно если пришел там будучи молодым незрелым парнем на этот рынок и у меня есть такое глубокое убеждение что в разных профессиях людей характеризуют разные качества из дворника то насколько на улице чисто повара то насколько сыты люди которых он накормил своими блюдами и не знаю там человека который работает на комбайне убрано ли поле собрана ли пшеница вот трейдера в данном случае всегда характеризуют деньги потому что ценный конечный продукт каждого трейдера это то количество денег которое он сделал из тех денег которые он имел поэтому когда мы смотрим на других успешных трейдеров на тех ребят кто уже показывает какие-то результаты мы зачастую можем видеть такие атрибуты дорогие машины дорогой образ жизни постоянно какие-то путешествия но я хочу немножко развеять этот миф и показать что это не так и зачастую это то на чем выезжают очень многие люди кто строят инфобиз обучают людей поэтому сегодня у меня такой максимально откровенный стрим или видео как-то лучше назвать где я покажу свой путь для этого я вас окунул в то время когда я только начинал я недавно собрал очень большое количество скриншотов того как вообще начинался мой путь разумеется я постараюсь быть своими откровенными насколько это возможно но все мы знаем такую фразу там деньги любят тишину поэтому не о всех вещах я разумеется могу вам рассказать к тому же сейчас моя семья находится под следствием и силу того что сейчас есть в текущих реальностях я расскажу что есть и полностью покажу свои результаты начиная с двухтысячного по 2023 год и скользь расскажу вам о том что же у меня было там двадцать третьем году и также что у меня с торговлей было в двадцать четвертом так как уже скоро там уже и двадцать пятый год так что уменьшаю камеру и мы с вами поехали в общем то с чего начинался мой собственно трейдинговый путь так это с того что я попал в проб компанию ватага у меня были лекции в институте у меня в тот момент ухнула жизнь и на лекциях в институте я пошел на такую специальность как биржевой трейдинг и на биржевом трейдинге мне в принципе ничего особо не откликалась до были крутые знания до что но никто не объяснял как в принципе движется цена и и на одном из занятий на огромном-огромном телевизоре появился дяденька который показывал кучу-кучу разных цифр там всего такого вот интересного и я не мог себе объяснить но вследствие того что мне было ничего не понятно и того насколько убедительно говорил этот мужчина я попросил его контакт у меня в голове сложу сразу сложилось что этот мужик знает как зарабатывать деньги мне точно надо к нему и я вообще готов там на все на все на все и это была проб трейдинговая компания ватага спойлер как бы эта компания построенная плюс-минус по такому же принципу по которому построена и наша только мы торгуем собственно на криптовалюте преимущественно и вот соответственно первое сообщение 20 декабря 19 года это еще перед новым годом я пишу чтоб меня взяли на стажировку и потихонечку потихонечку я к этому двигаюсь как видно 0 4 0 4 я уже прохожу стажировку компанию меня туда берут и соответственно я подписываю с ними договор мне в рамках компании поскольку я заканчиваю стажировку на очень очень хорошем месте выдают депозит не тысячу российских рублей от 3000 и на эти три тысячи российских рублей тебе дают там примерно 10 кредитное плечо то есть покупательская способность у меня было порядка 30 тысяч российских рублей и здесь вы можете видеть equity это то как начинался мой путь это до 20 числа 12 месяца двадцатого года то есть по чуть-чуть потихонечку потихонечку моя динамика развивалась в моменте у меня депозит уже был там даже 6000 рублей у меня очень долго ничего не получалось то есть март апрель май июнь только в июне у меня начался прогресс этот прогресс был связан с чем в компании велик конкурс и конкурс это заключался в том что самые лучшие новички которые там дисциплинирование всего торгуют они соответственно получают риск капитал простыми словами могут выиграть деньги но эти деньги будут зачислены на депозит в компании чтобы трейдер мог развиваться я в голове все так прикинул думаю окей я сейчас просто возьму и выиграю этот конкурс мы как раз торговали в небольшой команде с другом там объединились и нашли темку на которой можно было в день зарабатывать ну по 200-300 российских рублей и мы с этой темки начали потихонечку 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 выносить оттуда денежку вот вот так примерно выглядела моя статистика то есть у меня вот то с тот самый период у меня очень долго ничего не получалось то есть неделя там минус 150 рублей неделя плюс 50 российских рублей то есть ничего сверх естественно все как у всех все начиналось очень долго то есть но там долго запрягаешь зато там быстро едешь и в этот момент у нас в компании проходили мастер-классы то есть во первых что мне очень сильно разочаровало в итоге на тот момент в компании вообще не предусмотрено на самом деле никакого обучения и это та самая история для тебя кидают в довольно жесткую среду и ты приходишь и выживешь не выживешь то есть была очень жесткая выборка и на стажировке я нашел баг то есть на демо счете и благодаря этому багу я набил очень хорошую статистику и попал в компанию то есть по сути я проскочил на халяву вот а когда уже сталкиваешься как бы сериальной торговли у тебя начинают проблемы ты понимаешь что на самом деле не все так просто и поскольку у нас не было обучения у нас были мастер-классы которые проводили абсолютно разные трейдеры на тот момент были ведущие трейдеры которые уже на тот момент мы могли там зарабатывать в день порядка ну не знаю там 200 там 300 тысяч рублей то есть переводе на текущий курс там две-три тысячи долларов я на тот момент не знаю мечтал зарабатывать штуку долларов я думал что я буду вообще самым счастливым человеком если так когда-то произойдет и я свое время увидел мастер-класс от парня с которым мы сидели как бы есть был общий чат и когда заходили туда ведущие трейдеры все люди считали что это боги то есть все их слушали все внимали но ни один ведущий трейдер не хотел торговать с новичками и как-то раз в чат зашел ведущий трейдер его звали валентин бурла я что-то его послушал я думаю господи это просто гений просто гений мне очень понравился этот парень сразу вот и когда на очередной неделе нам назначили мастер-классы то есть написали в какие дни в какое время будут мастер-классы я вижу о по мастер-классу валентина бурлы я такой супер я написал ему в личку прям видно сообщение это первое сообщение с которого началась одна большая глава истории я пишу самый ожидаем мастер-класс этой недели там спасибо и мы там начали с ним разговаривать как бы туда-сюда и завязалось общение и в какой-то момент это вообще на самом деле вообще судьбоносный судьбоносный разговор и в какой-то момент я пришел говорю вот так и так я не понимаю что такое собирать spread и он говорит давай после обеда мы с тобой созвонимся и вместе посидим поторгуем и вы даже не представляете что это значит в глазах новичка это господь спустился с небес чтобы с тобой вместе посидеть и тебе что-то объяснить дебилу примерно вот так это воспринимается вот и с этого момента как бы мы начали общаться и потихоньку начал ему задавать в личку вопрос он также проводил некоторые мастер-классы и иногда после после вот этого определенного периода мы созванивались он как-то меня немножечко корректировал вправлял мозги потому что очень сильно расстраивался что у меня ничего не получается и тогда вы в компании уже был конкурс у меня уже начали получаться какие-то результаты и во время конкурса он еще больше меня курировал чтобы я победил этот конкурс и уже оставалось буквально там два-три дня до конца конкурса я иду в конкурсе на втором месте это значит что мне там дадут 15 тысяч российских рублей что для меня означало что что если я с текущими знаниями на увеличенный депозит буду торговать я смогу закрывать свои потребности живя с мамой на этот момент это окей типа жилье у меня есть я смогу себе какие-то деньги доставать закрывать свои потребности в принципе у меня все будет неплохо и что происходит но за первое место давали там то ли 30 то ли 50 тысяч и мне до первого места оставалось не так много и в этот момент я такой надо первое надо первое надо первое место и у меня я допускаю критическую ошибку я теряю очень много денег я думаю этот момент она даже видно найти ну да 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 вот он тот самый момент у нас конкурс тогда шел летом то есть вот часть конкурса и вот та самая критическая ошибка которая допускаю и вот эта ошибка она меня не просто понижает в конкурсе со второго на третье место она выбивает меня из конкурса и на негативных эмоциях следующие там несколько недель я еще ниже возвращаюсь тем самым теряя весь результат лета который я работал то есть да это в деньгах смешные суммы кто-то скажет лучше пошел лопатой поработал но я теряю четыре тысячи российских рублей и это меня убивает из конкурса и в какой-то момент я уже даже начинаю разочаровываться пункта подходе и на тот момент там позволю себе так говорить валентин валёк валёк меня очень сильно утешал говорил туда-сюда как бы не расстраивайся все и на тот момент он еще в конце лета познакомил меня со своим вторым другом его звали рома и почему мы стали так много общаться мама мне всегда в жизни говорила твои компьютерные играть они к чему не приведут никогда не знаешь что конкретно тебя приведет к чему-то и как-то сыграть жизни варёк играл в доту а я в то время тоже очень хорошо играл доту и я скачал доту и мы играли вместе и он звал еще постоянно своего третьего друга которого звали рома я понятия не имел кто такой рома но я знал что рома тоже торгуют позже окажется что рома это руководитель такой же проб трейдинговой компании как и ватага только назывался на вилси и мы с ромой начали в доту поигрывать вдвоем троем потом валёк куда-то на море уехал и мы потихонечку начали вот так вместе общаться и в какой-то прекрасный момент я замечаю что парни начинают интересоваться криптой то есть парни потихонечку лезут в крипту говорят что там этот московская биржа там ничего интересного нет потихонечку на крипте одно второе третье пробуют все тоже ведущие трейдеры хоть у них уже денег было много они закидывали небольшие депозиты и тоже их активно раскачивали и в этот момент я тоже решаю что я хочу пробовать вместе с ними двигаться на крипту в тот момент биржа была бинанс фьючерсов соответственно было там по пальцам пересчитать и было просто ну очень-очень мало но не было никаких скринеров не было пингов не было возможности адаптировать маршрут то есть проложить там прокси там хабаровск и все остальное чтобы у тебя хорошо было и были терминалы там в основном сискальп тайгер был платный и парень вроде меня кто не зарабатывал на копейки разумеется все тайгер не мог позволить других терминалов тогда и в помине не было и я потихонечку там коннекчусь тоже начинаю с ребятами пробовать и тогда была бумажка тета я начинаю применять все эти знания которые я получил на московской бирже и за день наверное с 30 долларов раскачиваюсь до 200 я вот с такими вот глазищами просто вылетаю такой мама я все я сегодня 200 заработал завтра будет 400 не знаю через год покупаю ламборгини до домик на лазурном берегу и мы до конца жизни там вообще не горюем я понял как работает этот мир через два дня я практически все эти деньги потерял вот и потихонечку начинается вот этот путь заново то есть закидывается там минимальный депозит это было что-то порядка 30 50 долларов и я потихонечку потихонечку начинаю пробовать ребята меня где-то корректируют а я вот так вот просто слушаю потому что это боги трейдинга не те объясняют как надо торговать и мне в этом плане очень сильно повезло и я пытался то есть они как мы вместе какое-то время торгуем на потом у них что-то важное возникают и они уходят я снова остаюсь один один как бы сам собой у меня была своя маленькая группа но когда ты на контрасте поторговал с топовыми ребятами а потом тебе надо идти торговать со своими друзьями у которых депозиты там 100 200 рублей тебе уже как бы сюда не хочется тебе хочется вот сюда где топовые ребята и я чё начал делать я в то время туда они заняты или что-то еще то есть я не мог дергать их без повода я начинаю на рынке искать ситуации это классные ситуации там плотность стоит или там какие-то круглые уровни или наторгованный уровень или робот или участник и каждый раз когда есть робот или участники я заводить их ребята ребята там робот или участник и все-таки да сами спасибо там все туда-сюда и мы потихоньку с дружимся начинаем все больше больше и больше и больше месяц и торговать и создается вот такой вот чат свое время кто уже долго следит за моим каналом или давно в теме они про этот чат возможно уже даже слышать свое время о нем ходили легенды, то есть я создаю вот этот чат, и этот чат, это был что-то вроде там тревожной кнопки, то есть как только на рынке что-то важное происходит, ты звонишь в этот чат, и звонок приходит сразу всем, и все туда подключаются, и это для меня была возможность торговать с этими ребятами как бы еще больше, и в какой-то момент этот чат начинает приносить настолько большую пользу, что, как это правильно сказать, что другие топовые ребята, у которых реально хорошие депозиты, начинают тоже хотеть торговать в этом чате и участвовать как бы во всей этой истории, и на этом моменте там в группу начинают потихоньку добавляться ребята. Чат, если что, ограничен там возможностью 10 или 12 человек, и получается такой жесткий концентрат как бы самые лучшие, самые активные. В тот момент я потихонечку начинаю разбираться с тем, как все-таки работает риск менеджмент, потому что в Атаге нам об этом никто ничего не объяснял, есть, грубо говоря, риск менеджер, это программа, которая устанавливает тебе просадку, то есть в день ты можешь терять там 2,5 или 5% примерно от счета, и тебе торговля блокируется до конца дня, и эта просадка, она выражена в основном там в рублевом эквиваленте. На крипте же сколько денег у тебя есть, столько можешь потерять, сколько хочешь заработать, столько можешь как бы и заработать, и тут надо к себе быть довольно жестким. И здесь приходится разбираться, а какая психологическая штука подходит больше мне. В этот момент я прочухиваю тему, которую уже многие из вас слышали, это определенный процент в день, соответственно, терять, и примерно 1 к 3 при профите там стараться останавливаться, то есть там делать 10, 15, 20% в день на маленький депозит, в принципе ничего сложного нет. И я начинаю двигаться по этой схеме, то есть вот это первые скриншоты, более-менее значимые, которые я нашел, то есть видно там 1 день 21 доллар, второй день там 33 доллара, потом 25 долларов, потом уже через какой-то промежуток времени, то есть видно фотографии 16, 08, 2020, вот он следующий месяц, это сколько там уже, чуть больше там 15 дней прошло, 0,03, 0,09, 2020, то есть у меня депозит уже 450 долларов, и соответственно еще на споте 479. Сейчас веб-камеру перетяну, и здесь скриншот, где я впервые дошел до депозита, там 1000, то есть даже перевалил там 1100 долларов практически, вернул камеру на место, и у меня вот примерно торговля в тот период времени, она выглядит так, то есть в день меня уже может шатать на плюс-минус там 50 долларов, 50 долларов плюс, 50 долларов минус, это становится таким неким обычным там результатом. Вот, идем дальше. Что происходит собственно с депозитом у меня потом? Потихонечку раскачка идет, на рынке есть определенные темки, и тут то, что не попало на скриншоты, это история, которую я должен рассказать, это наверное по текущий день самая-самая болезненная история у меня вообще за все время, чтобы держаться на плаву и хоть как-то оплачивать свой образ жизни, я параллельно занимаюсь там перепродажей телефонов, и у меня на тот момент депозит наверное 1700 или 1800 долларов, возможно это даже вот как-то ситуация произошла после этого скриншота, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь, она еще наверное раньше произошла, вот где-то, где-то вот после вот этого скриншота она произошла. Ситуация следующая, у меня депозит там 900 долларов или там 1000 там, ну меньше чем полторы тысячи долларов, и я уже спланировал, что у меня будет первый вывод денежных средств, то есть не сидеть на шее у матери и потихонечку там двигаться дальше. Я запланировал определенную сумму, которую я планировал вывести, и в день, когда я уже договорился с человеком, кто мне поможет эти деньги поменять, я теряю всю эту сумму и даже чуть-чуть сверху, и я вновь начинаю стоять на развилке, у меня сразу флешбеки к конкурсу, который я проиграл, я такой опять 25, вот сейчас опять что-то не так пойдет, опять я все потеряю, и я такой, ну ладно, если на развилке, мне оставить депозит, с которым я сейчас торгую, мне поделить его пополам, снимать ли мне с депозита сумму, которую я уже распланировал с точки зрения трат, что мне вообще делать, и на всю эту ситуацию начинает давить кошка, которая у меня есть, я уже на тот момент живу сам, начинает давить кошка, и кошка просит жрать, и я понимаю, что мне не за что купить кошке пожрать. Вот это, наверное, самая тяжелая ситуация, которая у меня возникала, спойлер, я взял и продал свой телефон с огромной-огромной скидкой в этот же день, но я не снял деньги с депозита, и это была такая вот история, после которой я торговал очень-очень аккуратно, и не позволял себе лишний раз делать какие-то опасные действия, то есть там я уже был просто на кураже, я очень быстро двигался, очень быстро начал разгоняться и расти, вот, и мне потребовалось примерно полтора месяца, чтобы заново восстановить депозит к тем суммам. На тот момент я, наверное, потерял, ну, процентов 50 депозита. Вот, первое, что я сделал, как бы пошел и на деньги там купил кошки пожрать, не знаю, там на полгода вперед, мне кажется, чтобы этот вопрос больше никогда не вставал. И ходил с таким вот телефоном за 10 долларов, купил какой-то разбитый, просто чтобы мне смс-ки от биржи Binance было куда приходить. Так, идем дальше. Как я уже когда-то рассказывал, мой самый лучший период роста, у меня он довольно взрывным был, это последний месяц перед переходом в 21 год и первые, наверное, недели 2-21 года. То есть 23 число у меня депозит 1800 долларов, у нас в этот момент на биткоине происходят жесткие темки, у нас огромный участник есть, у которого завалы плотностей ставят, все от него скальпят. И я жду момента, когда, наконец-то, мы будем его разъедать. Рынок готовится к скаму, то есть рынок готовится пролиться. Из-за этого, то есть у нас, если пролив тогда на рынке был, это процентов 20-30, то на тот момент в преддверии этого пролива была куча проливчиков, так процентов по 10. И на этом деле было можно очень хорошо собирать. И я вот на этих проливах собирал, собирал, собирал. То есть разница, там 7 дней, депозит 1800, разница пару дней, депозит 3200. И это вот первый день 21 года. И тогда случился пролив, и вот этого участника на битке, который ставил завал по 200 биткоинов, там суммарно было их, наверное, 1000 под полторы-две битков на фьюче. Этот завал съедают, идет просто огроменный пролив, и я этот пролив, соответственно, забираю. И в течение еще нескольких дней, пока рынок у нас волатильный после пролива, я вот этот депозит, там, грубо говоря, с 1800 добиваю до 5 штук долларов. Вот как бы 6 число 2021 года, мой финрез там в день уже там примерно по 450 долларов. Вот тут есть картинка, так, как мне назад вернуться-то, оп, так, секундочку. Я вот эту картинку хотел бы вам увеличить, показать. Ну вот, видите, это, кстати, вот в эти дни у меня был большой лось, тут немножко картинка сжата, 2347 долларов я на чем-то потерял, то есть технический финрез мог быть еще больше. То есть это в результате там просто большой потери все это дело произошло. Так, сейчас я немножко презентацию поправлю, чтобы ее было нормально смотреть. Так. 220. Так, так, так. Оп. И... Вот так. И тогда же, когда у меня все это дело начинает получаться, когда все хорошо, в течение нескольких следующих месяцев я еду в Беларусь на тот момент, ну не в Беларусь, а в другой город Беларуси, к родителям. Это были все-таки новогодние праздники тогда еще. Это уже был, кстати, ковидное время. Я еду сюда, и на рынке начинается движ. То есть это вот 30-е, 30-е, 01-е, 2021-е года. Я приезжаю сюда, у меня финрезы хорошие, я на лютой мотивации. И начинают у нас ходить тогда доги. То есть там маск начинает, виты с доги, со всем. И ребята мне давно говорили, купи себе ноутбук, купи себе ноутбук. А я все никак не хотел покупать. Мне было очень жалко денег, и я постоянно трясся. И тут я приезжаю, понимаю, что в другой город я быстро не вернусь. И я, наверное, в 11 вечера просто залажу на барахолку, то есть все магазины уже закрыты. И я такой, самый дорогой ноутбук. Пум, фильтр просто. Я звоню просто парню, говорю, так, там, 11 вечера, я готов тебе переплатить просто за то, что ты продашь мне ноутбук. Я еду, покупаю вот этот ноутбук. То есть видно время 0.37. Это я уже его полностью настроил. Уже сижу с ребятами, фотографирую, что ребят взял ноутбук. Кстати, на i7 ноутбук был. И я в первый же день после того, как купил этот ноутбук, отбиваю его двукратной прибылью. То есть на тот момент это стоило тогда что-то около штуки долларов. И я на тот момент, наверное, тысячи две долларов за вечер тогда заработал. То есть тоже такое яркое закрепление, что все, что я покупаю, оно дает мне то, что я могу заработать больше денег. То есть ноутбук сугубо как актив воспринимался. То есть даже сейчас, если я куда-то еду и по тем или иным причинам не беру ноутбук, я понимаю, что мне выгоднее в моменте купить ноутбук, заработать, а потом пусть ноутбук лежит просто. Ну, либо продать. Тоже такой небольшой как бы разрыв шаблона на тот момент в голове произошел. Так, идем дальше. Время шло. То есть вот уже 18 число 2021 года. У меня уже депозит юбилейный 10 тысяч долларов. Вот, кстати, статистика тогда из одного аккаунта в Binance, как я раскачивался. Здесь прям видно, как я радуюсь, что у меня депозит 64700. Я тогда просто еще не знал, что скоро он будет десятка. Вот так выглядело мое рабочее место. 0,2-0,2 для меня уже нормальным результатом дня было минус 2000 долларов. Тут просто плохо видно, но вот здесь минус 2000 долларов результат. Это как выглядело мое рабочее пространство на ноутбуке. То есть тогда были два списка котировок. SpotFuge между собой их нельзя было залинковать. И приходилось переключать их отдельно. И при каждом там переключении происходили зависания. С части денег я покупаю себе второй монитор. Вот так выглядело мое рабочее место. Это два DELA 27-2K. И вот оно 0,9-0,2. Я беру еще раз жирную прибыль. Тут как бы не видно. Видите, расстояние между двумя ноликами. Это говорит о том, что здесь прибыль примерно 3,8 тысячи долларов. Сейчас немножко поправлю. 3,8 тысячи долларов. Так, блин. Нечайно дергаю. Хочу взять камеру, отодвинуть. Вот видите, тут есть небольшая разница. Вот диапазончик. То есть здесь 3,0. До этого в моменте не видно. Вот. И у меня начинается в принципе хороший период. Я потихонечку начинаю выводить какие-то деньги на жизнь. На этот момент я уже сам живу. Но денег как бы трачу по минималке. На этот момент я еще не считаю, что я какой-то там топовый трейдер. Уверенность в том, что я могу с этого дела жить и себя полностью обеспечивать. Она придет чуточку попозже. Примерно, кстати, на вот этом периоде времени в Беларуси происходят там митинги. Лукашенко, не Лукашенко. И происходят тоже очень страшные ситуации. У нас в стране полностью отключают интернет. А у меня тогда была открыта крупная позиция. И слава богу, я тогда хранил все деньги на фьючерсах. Ну, так уж ситуация просто сложилась. Мне в моменте нужно было чуть больше покупательской способности. Я придерживался риск-менеджмента. И хранил деньги разделен. Но в тот момент мне нужно было чуть больше денег. То есть я не брал риска, а сумма нужна была больше. И у меня деньги в тот момент лежали все на фьючерсах. Происходит ситуация. В стране отключают интернет. Ну, то есть это вообще не шутка. И там реально в интернет никак нельзя было пробиться. Были специальные сервисы, вроде там сифона или чего-то еще. Но этого хватало только, чтобы зайти и там на 5 минут глянуть какую-то новость. То есть если здесь есть олды, кто сидел в кнопочных телефонах, то примерно это по скорости как буковка Е, либо же 2G. То есть зайти на Binance, там что-то закрыть, просто не хватало возможности. Ну, не хватало скорости интернет. И я тогда завису очень крупной позиции. Несколько дней у нас интернета не было. И мне очень сильно повезло, когда я открыл свой счет в том моменте, когда уже интернет включили. Все, в принципе, было хорошо. Я закрыл убыток 800 долларов и все. Но если посмотреть, куда ходила цена, пока у меня не было интернета, в моменте у меня убыток там был что-то около 6000 долларов примерно. Что по тем критериям это было очень-очень-очень много для меня. Ну, это опять бы, очевидно, привело меня к очень плохому эмоциональному состоянию. Вот. Время потихонечку шло. Ковид там двигался. Потихонечку начали уже там смягчения происходить. Мои прибыли росли. Разумеется, у каждого уважающего себя трейдера... Сейчас. Секунду. Разумеется, у каждого уважающего себя трейдера есть фотка с деньгами. 01.01. Это переписка с другом. Я специально замазал имя. Мой друг уже на тот момент добил свой счет до 100 тысяч долларов. Деньги вывел и снова начал раскачку с 10 тысяч долларов. То есть, мои результаты, они ни в коем образе не отуманили мой разум. Единственное, о чем я думал, что, боже, я самый бедный в этом вот коллективе. И поэтому я постоянно давил на тапку газа. Мне не казалось, что я чего-то сверхъестественного там уже добился. Поэтому было на кого равняться. И это на самом деле очень важно. Потому что в плохом случае ты будешь там закрываться в своем маленьком мерке и не будешь расти. То есть, у меня уже были хорошие результаты. Это вот один из дней, когда я поднял пролив. То есть, 2 тысячи долларов на филе. Тысяча, тысяча. То есть, ну там 2-3 тысячи долларов за пролив я уже мог заработать. А пролива в месяц могло быть там 2-3 примерно. И это не исключает там других торговых сессий. Вот фоточка там 21.01. У меня депозит уже 11500. И 18 февраля я делаю свой первый там денежный вывод. Я вывожу 10 тысяч долларов. Как бы все отлично. Сейчас еще камеру немножко отодвину, покажу, что там. Параллельно со всем этим я еще совмещаю это в институте. Это чуть-чуть до нового года. У меня идут онлайн лекции, поскольку ковид. Дистанционное там обучение и все дела. Я сижу, слушаю лекции и параллельно с ребятами торгую. То есть, ребят не могу говорить, но там на XLM интересные. Стою там, тяну. Там на скриншоте не видно, но я здесь тяну примерно полторы тысячи долларов. И вот мы всем веселым чатом, всей этой веселой движухой вместе торговали. Вот, 16 октября мой первый кэш-аут был. Февраля. А фотография вот эта 18-го. Я его кому-то скидывал. На телефоне она появилась чуть-чуть раньше. Идем дальше. Ну вот, соответственно, фотографию. Я, соответственно, Вальку тоже скинул, поделился. Поскольку человек тоже очень сильно был причастен к моему результату. Вот, я 10 тысяч вывел. 10 тысяч долларов у меня еще осталось на депозите. То есть, уже 20-ку как бы с трейдинга забрал. Уже чувствуешь себя стабильнее, спокойнее. Твой риск как бы ограничен. Вот еще фотографию нашел по моему PNL. То есть, видите, у меня, в принципе, минусовых дней было очень-очень мало. И минусовые дни, относительно прибыльных дней, то есть, они не сильно выбивались. То есть, риск менеджмент, в принципе, был у меня очень-очень правильный. То есть, камеру тоже подвинул. Посмотрели. Убрал. Идем дальше. Время шло. Это уже чуть дальше. Это как раз время, когда начала ходить шиба. Прямо золотющий, я бы сказал, период. Это все тоже снизу мои финрезы. Если у меня уже там депозит был, наверное, тысяч под 30 долларов. И я еще денег подвывел в реальную жизнь. То я все равно смотрел на ребят, которые были рядом со мной. И я, конечно, был в шоке. То есть, я специально тоже позамазывал имена. Но это наши ребята, которые с рынка выносили деньги, как бы фоткали. У нас был просто какой-то вечер. Мы так, типа, сели все, тихонечко выпили. И там, типа, пацаны вывел кэша. Вот, смотрите, блядь. Он говорит, а у меня вот кэш. Еще и сигары. И вот тоже все скидывали бабки. Весело. Через какое-то время тоже я купил в нашем национальном банке золото. Сейчас эту фотографию пытаюсь вам увеличить. Вот, я купил золото. Это два слиточка по 250 грамм. То есть, я не хотел все вкладывать в деньги. Я думаю, что деньги будут лежать. Купил тогда золото. Многие из вас, наверное, сейчас сядут и посчитают, сколько там стоит 250 грамм чистого золота. Но сразу скажу, на тот момент это было гораздо дешевле. Тут тоже фотографии прикольные, что рубающий было всегда. То есть, если я ориентировался на ребят из комьюнити, то были и ребята, на кого ориентировались мы все вместе. То есть, тогда уже были ребята, кто там по 300-400 тысяч долларов за день мог взять. И это было удивительно. Это не мой финрез. И не финрез кого-то из команды. Это реальный финрез какого-то человека. Мы до сих пор не знаем какого. Ну и это финрез, соответственно, моего близкого товарища. Он в свое время выкладывался в инстаграм. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что я его также прикрепил к своей части истории жизни. Товарищ там взял 282 тысячи долларов тогда на шибе. Поэтому все, видите, оно, ребята, относительно. Мои финрезы на тот момент, они как бы и большие, и хорошие, но смотря с чем сравнивать. То есть, если ты сравниваешь это с тем окружением, в котором ты находишься и на которое ориентируешься, это, ну, как капля в море. Вот. Мои финрезы тоже на тот момент. Вот. На эфире там что-то тысячу взял, там, 500-500. То есть, финрезы уже были хорошие. Там полторы-две тысячи долларов за день я уже мог брать, там, в начале 21-го года. Кто не в курсе, кстати, кабинет. Вот. Я пару фотографий прикрепил. Тогда появилась кэшбэк-программа от VLC. И кабинет выглядел у них примерно так. То есть, уже видно, что 25.05 у меня депозит был 50 с копейками тысяч долларов. Я еще очень много вывел тогда в реальную жизнь. Вот так выглядел старый кабинет VLC. И еще там на споте у меня лежало. Сколько это? 147. 147 тысяч. Вот, кстати, как раньше выглядели пролива. И как раньше выглядел Tiger Trade. Тоже прикрепил картиночку. Потому что многие ребята сейчас жалуются, что невозможно торговать крупные обвалы рынка. Все лагает. То есть, посмотрите, насколько раньше мы подымали вслепую. Видите? Кажется, будто здесь я тянул очень большую прибыль. И вы такие, ну, круто. Но смотрите, где лента. На самом деле, на самом деле цена находится вот тут. И я не тяну здесь большую прибыль. А вот когда мы смотрим на этот стакан, лента у стакана находится вот тут выше. То есть, в этом стакане мне дает бешеную прибыль. В этом стакане я практически у нуля стою. А в этом стакане, видите, цена входа находится здесь. А лента вот тут. То есть, значит, что мне дает вот такой вот убыток. Это просто отсылка к тому, что где-то было проще, а где-то было сложнее. И все познается как бы в сравнении. И речь про то, что там трейдер, в принципе, должен быть просто адаптивным. Разумеется, тут как бы большие тоже крутые финрезы. С этого пролива забрал. Но, к сожалению, там подтверждение этому я не нашел. А так стрелять в воздух как бы не особо хочется. Время шло. Это уже осень 2021 года. Я тогда обновляю себе компьютер. У меня уже неплохие финрезы, кстати. Почему-то две картиночки дублируются. Поэтому одну удалю. Я тогда обновляю себе полностью рабочее место. У меня появляется монитор 43. В дальнейшем, если можете видеть, у меня появляется вторая 43. И у меня уже четыре монитора. И параллельно с этим я начинаю очень экспериментировать с DEX. Мы с Вальком объединяемся. И параллельно с тем, что у меня есть несколько торговых счетов, я еще и начинаю торговать на DEX, тех монет, которых нет на бирже. То есть здесь уже видны мои дневные результаты. То есть видите разницу в цифрах. Минус 6 тысяч долларов, минус 8, минус 4 или сколько там. А нет, минус 9. Минус 6800, минус 8, минус 9, минус 2 и минус 400 долларов. То есть это мой дневной результат. И тут даже парни как бы удивляются. Это мои уже ежедневные финрезы. Тут видно период, за который это все сделано. Но я объясню, почему на самом деле этот период больше. Если ты сбрасываешь конфиг тайгера и переустанавливаешь его или что-то еще делаешь, то еще иначе скажу. Если ты сбросил тайгер, установил новый конфиг, а потом применял к нему старый конфиг, то в графе счет у тебя будут обозначены старая выборка дат, а финрез будет идти от меньшего числа. Поэтому на самом деле вот этот результат это тоже типа месячного результата. То есть в месяц там 10 тысяч долларов для меня уже заработать не было чем-то там сверхъестественным. И это выборка только с одного счета. Важно понимать. Мы торговали тогда все в нескольких терминалах. И у терминалов не всегда были коннектора к другим биржам. А когда был и FTX, и Vibit, и OKEX. И у меня было несколько счетов. Я на тот момент как бы очень жестко разделял. То есть у меня уже на тот момент было счетов 6 разных. Только на разных биржах. И то есть на одного только бинанса могло быть несколько счетов. И параллельно еще была куча темок. Это и пулы ликвидности, и участие в ICO. То есть тогда уже потихонечку мы в эту тему влазили. И вот к примеру, кому интересно, что это за интерфейс. Это старый интерфейс приложения SafePal. То есть он сейчас не супер сильно поменялся, но раньше он выглядел вот так. Вот здесь, собственно, опять почему-то дублируется эта картинка. Я, видимо, где-то немножечко ошибся. Здесь вот показываю тоже, что мои такие первые значимые сделки, если раньше я только скальпил, то дальше и в перспективе я уже начал пытаться вытягивать. И вытягивать для меня не было там чем-то страшным. На самом деле таких сделок гораздо больше. У меня, наверное, рекордная сделка, где именно вот я вытянул. Я стоял в сделке, наверное, часов 16, и я вытянул 55%. Но психологически дорасти до того, чтобы крупную позицию переносить через несколько дней, я, наверное, не вырос и до сих пор. То есть каждый раз, когда я иду спать, у меня по большей части должно быть все закрыто. Если мы говорим про позиционку, ну, эта позиционка не больше, чем на 100-150 тысяч долларов. Все, что больше, либо бумага волатильнее, либо низколиквидное, я уже не могу. Мне уже хочется сидеть, как бы, эту позицию контролировать. Идем дальше. Это у нас СВО. Все знают, что это такое. Началась у нас война. Как у нас война началась? С того, что в 6 утра нам звонит Валек. Валек у нас из Украины. И говорит, ребята, там ракеты летят. Всем пиздец. Вставайте, надо торговать московскую биржу. И вот мы утром садимся все вместе торговать в московскую биржу. Соответственно, все это дело смотрим. И здесь я показываю, как у меня развивался счет на московской бирже. Если помните, на московскую биржу я забил примерно на вот этом моменте, когда ушел на крипту торговать с ребятами. И я этот счет примерно никогда не трогал. Иногда, по приколу, если было что-то интересное, я заходил в 2021 год, там был и нефтяной кризис, и ковидный. Но с маленьким капиталом там больших денег особо не сделаешь. Да и на крипте тогда тоже было очень-очень горячо. А в этот момент крипта у нас немножечко подвстала. И это было очень значимое событие. То есть никто не мог предположить, что оно было. Но за день-два уже начались первые предпосылки. Там были провокации. Тогда, помню, взорвали машину у какого-то очень значимого здания. То ли в Донецке, то ли в Луганске. И у нас тогда московская биржа очень-очень сильно на все это дело отреагировала. Это была провокация. И потом все улеглось. Через пару дней происходит вот это событие. И я с счета на московской бирже... То есть видите, у меня здесь помечена точечка. У меня счет был 7742 рубля. Я за один день торгов на обвале делаю лям из 7000. И там еще пару дней у нас были выключены акции. Тогда московская биржа выключила акции. Пару дней у нас за ним были выключены, выключены, выключены. Потом акции включают. И я примерно еще один миллион делаю. То есть суммарно там, грубо говоря, за два дня включенных акций дней обвала с 7000 рублей можно было сделать вообще очень большие деньги. Причем в тот момент я не думал, что это большие деньги. Кто-то сейчас смотрит стрим и скажет, что ой-ой-ой, это капец как много. Правда, я вам скажу так. Все тоже, опять же, относительно. Я смотрел, сколько делали мои друзья и коллеги. И в этот момент все, что я делал, это кусал свои локти, что на московской бирже у меня было всего 7000. Я размышлял так. А если было бы не 7000, а 14000, то я бы заработал не миллиона 2 в первый день. А за два дня заработал бы там не 2 миллиона практически, а заработал бы 4. И это было все реально. Ну и параллельно с этим я приторговывал тоже крипту. Вот там типичный дневной финрис в районе 3000 долларов. Были очень хорошие. Вот тоже там скрины из общения с ребятами. Что ты как? Закрыл минус 1200 за сделку. Не закрыл ебейшую зелень. Ну то есть я сидел, мне могло давать в сделке там 3-4 тысячи плюса. Я этот плюс не закрывал. Дожидался там пока цена придет к точке входа. И закрывал там минус 1200 долларов. Для тот момент у меня, для меня это уже было тоже такой обычной ситуацией. Тут необычные скриншоты с того времени, как я шортил московскую биржу. Именно в день СВО, когда все это стартануло. То есть это у нас Яндекс. А это, 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 это. А это я черт его знает, что это. Не знаю, что это. Но похоже тоже на Яндекс, если честно. Вот. Тут показано, как я лонги, соответственно, из этого тоже уже брал, когда акции у нас включили. Это скриншот, как мы раньше готовились к проливам на криптовалюте. То есть это составлялся просто большой список того, что ты будешь поднимать, по каким ценам. Ты ставил туда алерт. Если алерт срабатывал, ты быстренько в эту бумагу, даже не задумываясь, там кликал. И вот этот период идет, идет, идет. И примерно вот на этом периоде я и покупаю там себе квартиру уже в Минске. Квартира тогда стоила 140 тысяч долларов. Я, чтобы не выводить все деньги из депозита, я квартиру вообще, честно, покупать не хотел. Это была рекомендация мамы. Вот. Я говорю, мам, я сейчас на депозите останусь без денег. Она говорит, ну выведи столько-то, столько-то, а я тебе чуть-чуть денег добавлю. Ну вот она мне чуть-чуть денег добавила и купилась тогда квартира. Проходит еще пару месяцев, я денег подзаработал. И тогда я такой, ну в принципе в жизни уже все хорошо. Можно как бы и рискнуть. А я напомню, я в трейдинг пришел для того, чтобы в первую очередь улучшить качество жизни и улучшить здоровье. И тогда я решаюсь на операцию. На тяжелую операцию. Это так выглядела раньше моя спина, сейчас она выглядит вот так. Есть видео на ютубе. Для тех, кто будет искать это видео и смотреть, то сразу скажу, что там меня прям на интервью записывали. Я интервью давал под морфином, поэтому немножко дичь несу, но не суть. И вот 04.04 я ребятам отписываю, что ребят, все хорошо. Операция прошла успешно, учусь заново ходить. Поэтому в этот момент времени у меня торговля чуть-чуть подвыпала. И уже ближе к лету я начинаю потихонечку ходить, потихонечку вставать с кровати. И уже моя жопа рвется за терминал. И самое, что интересно, то есть тебе больно делать все. Лежать, стоять и сидеть. Но из всех этих трех действий больнее всего тебе сидеть. Поэтому я обычно как лежу полчаса, потом встаю, бегу за терминал, сижу за терминалом 10 минут. Потом опять ложусь и вот так вот я бегал, бегал, бегал. И там потихоньку с каждым разом, потихоньку, потихоньку я мог сидеть все больше, больше и больше. И в этот период у нас уже там пятый месяц. Я лежу в кровати, все это дело ресерчу. Смотрю, что происходит, когда не торгую. В этот период происходит страшная история. То есть уже у нас начинается скам луны и скам UST. Здесь, кстати, запечатлен очень интересный момент. Суть скриншота, я сейчас объясню. Это вообще разъеб. Сейчас все охуедете. Я про эту историю очень много рассказывал. Значит, UST. У нас тогда начинается раскорреляция. Тут уже идут мои финрезы неплохие. То, сколько я там на луне брал там за день. Вот. 21 тысяча, потом еще 8. Типа 21 тысяча на одном счете, 8 на другом. И еще один счет у меня вот 25 тысяч долларов был. Это все типа разные счета для понимания. Меня кто-то спросил, типа, как у тебя дела. И рассказываю, для чего вот эти два скриншота тут. Здесь вы можете видеть, что это аккаунт VLC, фьючерсный счет. И на счету депозит фьючерсный отрицательный, а финрез 16 тысяч. Депозит минус 2 доллара, а депозит 16 тысяч. Короче, в чем фишка? Здесь запечатлен исторический момент, когда один тик, одно деление. То есть, оно могло давать тебе 100% к результату. То есть, цена упала настолько низко, что вот минимальный шаг цены был равен 100%. И вот сейчас я эту штуку увеличу, чтобы вам показать. Наблюдаю, заходил. 30 тиков до нуля на 10 баксов. И вот за один тик давали очень-очень много. То есть, чем ниже мы опускались, тем дороже стоило одно минимальное движение цены. Что я сделал? Я, короче, закинул на депозит 500 долларов. Все остальные деньги вывел, чтобы за один тик не потерять все. И на 500 долларов собирал один тик по 100%. И таким образом, что я сделал? Насобирал 17 тысяч. То есть, ну типа, это за полчаса было. Вот. И я очень горжусь, на самом деле, что вот нашел вот этот скриншот. Потому что эту историю, типа, ну вы еще хрен от кого услышите. Вот. И тогда был прикольный период. Я говорю, UST скамилась, Luna скамилась. Все зарабатывали деньги. Кто-то терял миллионы. Нас-то не волнует. Мы деньги зарабатывали. И тогда карточка Binance появилась. Вот. У меня друг сделал карточку Binance. Прикольно. Уже можно было криптой платить. Короче, было классное время. Вот. Тогда чуть позже уже началось у нас что. Дело шло к осени. И с осени у нас начался жесткий флэт. То есть, флэт, на самом деле, начался чуть-чуть раньше. Он где-то в августе начался. Но проблемы, ну вот, в августе. Проблемы колоссальные с тем, что ты не можешь адаптироваться к тому, что рынок неактивный, начались чуть позже. То есть, тут вот скриншоты лосей с ТММ. То есть, скриншоты лосей там внутри дня. То есть, лосик-то у нас одинаковый получается. Валь мне пизда. То есть, это... На тот момент я обновлял свои антирекорды. То есть, 26-го, 11-го мой дневной финрез. Минус 15... Минус 14 тысяч долларов по АДе. Минус 13 тысяч долларов по Коте. Минус 10 тысяч долларов 600 по эфиру. И минус 2 500 по филу. То есть, на тот момент я прям колоссально начинаю плыть. У меня все плохо. Ну, типа, плохо не по деньгам, плохо по настроению. Ты начинаешь сомневаться в том, действительно ли ты достойный трейдер. И можешь ли ты как бы двигаться дальше и зарабатывать. На тот момент я не знал, что еще вообще мне предстоит пережить через год или два. И что все это покажется, короче, детскими цифрами. И какого-то утра я еще просыпаюсь. Захожу на один из своих счетов. А там баг происходит. То есть, баг отображения. Я захожу, смотрю на счет. И мне показывает. Минус 50 тысяч долларов и минус 100 тысяч долларов на одном из моих счетов. Я такой, твою мать. И, короче, это был баг. На самом деле, деньги были на счете. И все хорошо. Просто это вот, ну, был такой глюк. И параллельно с этим у меня еще просадка по другим счетам. Ну, наверное, тысячу под 40 долларов. Но это долго-долго-долго копилось. Я там приходил определенный период времени на рынок. И я просто лосил, 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 лосил. Ну, типа, месяцев пять я приходил. И каждый день стабильно я терял деньги. То есть, ну, это, знаете, как было. Ты приходишь, придержишься риск-менеджмента. Ты делаешь все по правилам. Отдал 500 долларов. Отдал косарь. Отдал косарь. Отдал косарь. Потом заработал пять. Сидишь дальше. Отдал косарь. Отдал косарь. Отделал три. Отдал пять. Но суммарно ты все равно катишься, 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 катишься. И вот в такие моменты проверяется, что, типа, риск-менеджмент – это очень важно. Очень важно. Почему я там на своем обучении там всех ребят учу и говорю, что это, ну, супер-фундамент. Потому что такой период придет к каждому. Вот вы можете быть гением, можете быть не гением, там, везунчиком, не везунчиком. Этот период будет у каждого. И вот то, как вы этот период пройдете, будет очень сильно зависеть там от вашего риск-менеджмента. То есть, да, я эмоционально страдал. Мой депозит страдал. Но все было в рамках допустимых норм. И когда я каждый раз садился, пересчитывал, я думаю, а вот если я так, вот если у меня не будет ни одного прибыльного дня, сколько дней подряд я могу так лосить? И такие убытки я мог терпеть очень-очень-очень долго. Поэтому тихонечко, спокойно жил дальше. Вот. И вот уже начало 23-го года. Видно, что за первую неделю я начинаю выкарабкиваться. И за первую неделю я закрываю там большую половину лосей, которые я насобирал за несколько месяцев. То есть, я несколько месяцев лосил, а буквально за неделю или две я практически отбил, ну, больше половины. Спойлер, как бы, я потом одним днем заработаю 20 тысяч, и у меня финрез уйдет в плюс. Плюс тебе еще комиссию начисляют. Ну, а это отсылочка к тому, что на тот момент вот эта вот ситуация, она была для меня антирекордом, самым плохим периодом времени. Но на текущий момент мой антирекорд примерно под 200 тысяч долларов. И это сделано буквально за полторы суток. Полтора суток. То есть, сейчас он порядка 200 тысяч долларов. Я на самом деле не знаю точной суммы, но это старый скриншот. Потом на этом скриншоте красовалась цифра минус 186 тысяч долларов. Вот. И по другим счетам у меня, наверное, ну, на вскидку было под 200. То есть, мне настолько больно было уже смотреть, что я даже не считал, сколько у меня убыток на других счетах. Но об этой истории я расскажу как-нибудь позже. Вот. Надеюсь, вам понравилось видео, ребят. Постарался быть с вами откровенным, насколько это возможно. Сразу скажу, что про 23-24 год видос в ближайшее время точно не выйдет. В силу понятных всем причин. Но я сразу скажу, что 23-й год был у меня самым-самым успешным годом в карьере. И за 23-й год, вот если сравнивать его там приблизительно с предыдущими годами, то результат, наверное, был x3-x5 от тех результатов, которые у меня были там в 22-м году. Поэтому все было круто и замечательно. 24-й год тоже, в принципе, неплохой, но по результатам он гораздо хуже. Зато, знаете что, вопрос, что ты считаешь там своими результатами. Потому что в 24-м году у меня гораздо, не гораздо даже скажу иначе, у меня сдвинулись ценности того, что важно в жизни и в целом, что характеризует тебя как человека. Поэтому я считаю, что в других сферах жизни 24-й год стал для меня самым результативным. Потому что в нашей компании уже практически год мы обучаем ребят. Вокруг меня собралось огромное количество людей, которые равняются на меня, хотят следовать за мной, кто уже добился результатов. Поэтому вопрос, что считать результатом. А я вас всех обнимаю, ребятки. Всем спасибо, что посмотрели. Люблю вас. Верьте в себя. И все у вас получится. И не забывайте про риск менеджмент. Это все-таки база. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.